Здравствуйте, уважаемые коллеги! Обычно на своем YouTube-канале Михаил Краковский я размещаю сообщения, связанные с проектированием железобетонной конструкции. Однако сейчас у меня не сообщение, а предложение. Оно называется «Проверим наши расчеты КЖ» – предложение Академии строительства. Это предложение обращено ко всем инженерам, занимающимся расчетом железобетонной конструкции и направлено на то, чтобы сделать эти расчеты более надежными и экономичными. Сначала некоторые предыстория. 24 октября 2018 года в Российской Академии архитектуры и строительных наук состоялось объединенное заседание двух научно-технических советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам. Обсуждался мой доклад «Совершенствование проектирования железобетонной конструкции, выявление, устранение, предупреждение ошибок». На укомендованном канале YouTube размещены 10 роликов, представляющих собой видеоотчет об этом заседании. Большое внимание в докладе и при обсуждении уделялось ошибкам, возникающим при расчетах железобетонной конструкции. Приведено множество примеров, несоответствия результатов расчетов, нормам проектирования. Площади сечения арматуры, подобранные при одинаковых условиях по различным программным комплексам, могли отличаться более чем в 5 раз. В частности, подобранные диаметры стержней арматуры по различным программным комплексам для одного объекта, оказались равными 14 и 32 мм, при правильном значении 28 мм. Таким образом, при диаметре 14 мм, площадь сечения арматуры оказалась в 4 раза меньше требуемой по нормам, что при реализации в проекте гарантированно приведет к аварии. Это же отмечено и в решении. Учитывая выполненным докладчиком анализ, признать, что общее состояние нормативных расчетов железобетонной конструкции по существующим программным комплексам требует внимания и оценки. По данным докладчика, получаемый по программным комплексам расход стали может значительно отличаться от требуемого по нормам. В этом случае возникает опасность аварии или большого перерасхода материалов. Предложить МВ Краковскому и членам совета программные средства в строительстве и архитектуре довести эти данные до сведения наиболее известных специалистов в области компьютерных технологий и разработчиков расчетных программ. На этом слайде представлен список, используемых при проектировании программ, в которых проводится конструктивный расчет железобетонных конструкций. Кроме отечественных, приведены также и зарубежные программы, рассчитывающие железобетонные конструкции по российским нормам. Возможно, некоторые из интересующих нас программ в этот список не попали, тогда добавьте их сами и включите в дальнейшее рассмотрение. В упомянутом выше анализе участвовали несколько программ из приведенного списка. Для полноты картины представляется полезным проанализировать как можно большее число программ. Однако объем работы оказывается очень большим. Поэтому по инициативе Российской Академии Строительных Наук мы приглашаем к участию в этой работе всех заинтересованных в получении правильных результатов расчетов железобетонных конструкций. Задача максимум проанализирует все перечисленные программы, но если не получится, то хотя бы большую часть из них. Надеюсь, что все вместе мы сумеем решить эту задачу. Работа заключается в следующем. Предлагается рассчитать одни и те же объекты по различным компьютерным программам. Такими объектами являются 10 примеров, условия которых приведены ниже. Сравнение и анализ результатов позволят оценить существующее состояние расчетов железобетонных конструкций. В итоге мы достигнем необходимой цели. При расчетах по всем программам при одинаковых исходных данных результаты должны быть одинаковыми и правильными, то есть соответствовать нормам проектирования. Работу предлагается выполнять следующим образом. Участниками работы могут быть все желающие. Разработчики программ, инженеры-проектировщики, эксперты, преподаватели и студенты вузов и другие. Чем больше участников и программ, тем надежнее результаты. Общая форма представления результатов указана в конце данного ролика. Результаты каждого примера представляются как указано в описании условий. Полученные результаты можно разместить в интернете в комментариях к данному ролику или отослать по адресу электронной почты, указанному в конце ролика. Совершенно необязательно считать все. Даже один-два примера будут полезными. Однако, конечно, лучше просчитать как можно больше примеров по как можно большему числу программ. Работа окажется полезной для проектировщиков, потому что именно они отвечают за качество проекта, его надежность и экономичность. Приняв участие в работе, проектировщик оценит достоверность своих результатов и поможет сделать это своим коллегам. Каждый может сам сделать собственные выводы, сравнив результаты расчетов по различным программам, полученными различными пользователями. Общий положительный эффект очевиден. Работа будет полезна и разработчикам. Их решения будут представлены из первых рук, что исключит неправильную интерпретацию и искажения. В сравнении с другими решениями позволит разработчикам при необходимости внести в свои программы изменения и в дальнейшем поставлять пользователям более качественный продукт. На этом слайде представлены значения параметров, общие для всех примеров, если при описании конкретного примера не указано иное. Я не буду перечислять значения параметров, вы можете прочитать их сами. Укажу только, что при определении армирования стержни иногда делят на две группы. В этом случае диаметры стержней в каждой группе одинаковые, но в разных группах диаметры в общем случае разные. Перейду к краткому описанию примеров. В примере 1 рассматривается нормальное сечение прямоугольного изгибаемого элемента. Подбирается армирование из условия прочности и трещиностойкости. Стержни разделены на две группы. В первой группе относятся три нижних стержня, ко второй группе относятся все остальные стержни. Результаты представляются следующим образом. Показываются диаметры стержней D1, D2, первой и второй групп из условия прочности и то же самое из условия трещиностойкости. Пример 2 рассматривается блутавровая предварительно напряженная балка. Проверяется прочность нормального сечения. Особенностью балки является то, что в ней учитываются треугольные вузы. В результате расчетов необходимо привести максимальные по абсолютной величине относительные деформации бетона напрягаемой и ненапрягаемой арматуры. Пример 3 рассматривается нормальное сечение прямоугольного, симметрично армированного внецентренно сжатого железобетонного элемента. Все стержни имеют одинаковый диаметр и расположены у верхней и нижней крайней. Требуется определить диаметр стержней из условий прочности и из условий трещиностойкости. Пример 4 требуется подобрать армирование нормального сечения круглого внецентренно сжатого элемента. Все стержни одинакового диаметра расположены на окружности. Результатом расчета является диаметр стержней, подобранный из условий прочности и диаметр стержней, подобранный из условий трещиностойкости. Пример 5. Рассматривается прямоугольный элемент, работающий на косое внецентренно сжатие. Арматурные стержни расположены так, как показано на рисунке. Все арматурные стержни имеют одинаковый диаметр. В результате расчетов требуется подобрать диаметр арматурных стержней так, чтобы выполнялись условия прочности. Пример 6. Рассматривается нормальное сечение двутаврового элемента, работающего на косое внецентренно сжатие. Арматурные стержни одинакового диаметра расположены так, как показано здесь на рисунке. В результате расчета требуется определить диаметр арматурных стержней из условий прочности. Пример 7. Рассматривается прямоугольный свободно опертый элемент. Требуется подобрать поперечное армирование из условия прочности наклонных сечений. Результатом расчета является диаметр поперечных арматурных стержней. Пример 8. Рассматривается прямоугольный свободно опертый элемент. Задано его поперечное армирование. Требуется провести проверку армирования. Результатом расчета являются параметры наклонного сечения, расстояние от торца элемента до ближайшей точки наиболее опасного наклонного сечения и длина проекции этого наиболее опасного наклонного сечения, а также действующая и воспринимаемая поперечная сила. Пример 9. Требуется определить прогиб прямоугольного свободно опёртого элемента при действии равномерно распределённой нагрузки. Результатом расчета является значение прогиба. Пример 10. Требуется определить прогиб таврового свободно опёртого элемента при действии равномерно распределённой нагрузки и растягивающей силы. Результатом расчета является значение прогиба. На этом слайде предлагается форма представления результата. В первой строке записывается сведение об авторе расчетов и или организации, но это не обязательно. Далее идёт название программы, версия, релиз, год выпуска. И затем приводятся все результаты расчетов так, как они были указаны при описании. Здесь приведен вариант представления результатов. Показанные значения только иллюстрируют форму чисел и не являются решениями примера. Если результаты для какого-либо примера отсутствуют, поставьте прочерк, как показано здесь. Для удобства вы можете скачать файл, в котором описаны все примеры. Адрес в интернете указан в аннотации к данному ролику. Еще раз повторю, что результаты вы можете разместить в комментариях к этому ролику или послать по указанному здесь адресу электронной почты. В заключение хочу поблагодарить всех за внимание и выразить уверенность в том, что участие многих инженеров в анализе основных программ, используемых при проектировании железобетонных конструкций, позволит сделать конструкции более надежными и экономичными.